Финальная версия доклада о состоянии российского рыболовства должна быть готова к концу лета. Сёмгу и горбушу ловить можно. С 15 июля в Центре природопользования и охраны окружающей среды Ненецкого округа начали выдачу платных путёвок на рыбопромысловые участки Чайкина и Городской, предназначенных для спортивного и любительского лова. На каждого рыбака выдаётся одна путёвка сроком на сутки, которая даёт право выловить по одному экземпляру сёмги и до 10 килограмм горбуши. Стоимость одной такой путёвки составляет 1 тысячу рублей. Отчитаться за улов рыбаку нужно в течение пяти суток после удачной рыбалки. Если рыбак поймает больше, чем положено, то он записывает добычу в путевом листе, чтобы потом доплатить за перебор. В противном случае нерадивый добытчик предстанет перед надзорными органами. Ловля рыбы осуществляется по правилам северного рыболовства. Брошюру с правилами для рыбаков может получить каждый, обратившийся за разрешением на добычу рыбы. Квота на спортивное и любительское рыболовство на участке городском составляет 1500 тонн сёмги и 1035 тонн горбуши. В районе Чайкино по одной тонне обоих видов рыб. Правила, однако, соблюдают не все. Споличным удалось поймать браконьеров, которые под видом туристов отдыхали на территории памятника природы регионального значения «Каменный город». Сотрудники Центра природопользования и охраны окружающей среды совместно со стражами порядка задержали злоумышленников во время надзорного рейда. Нарушителями закона оказались жители Республики Коми. На берегу реки Белой они разбили палаточный лагерь и незаконно ловили рыбу. Сотрудниками полиции было изъято две лодки, два лодочных мотора, две рыболовные сети, шесть спиннингов и десять хариусов. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Следственные действия полицейские провели прямо в палаточном лагере. Как выяснилось, в нем проживало шесть жителей Республики Коми. При себе они имели разрешение, которое давало право находиться на территории памятника природы. Правда, только в качестве туристов.